друзья привет вы на другой кухне и с вами внутри шеф александр мы в своих группах в меню ужинов на две недели которые составляли для вас всегда рекомендую пару раз в неделю вводить рыбные дни что-то из морепродуктов сегодня у нас будет потрясающая скумбрия запеченная в духовке потому что скумбрия не только вкусная но является отличным источником незаменимых омега-3 жирных кислот а также является хорошим источником витаминов группы b b12 и b6 которые также необходимы нашему организму и также скумбрии есть витамин d который очень и очень нужен о пользе разных продуктов и как их приготовить вы конечно же можете посмотреть у нас на канале переходите подписывайтесь подписывайтесь на наши соцсети там мы много говорим о пользе питания и как через питание улучшить качество своей жизни друзья обязательно подписывайтесь а мы начнем для этого рецепта разделывать скумбрию лучше слегка подмороженной удаляем голову вместе с плавниками и разрезаем по хребту с одной стороны и с другой теперь аккуратно убираем хребет разворачиваем скумбрию убираем внутренности чистим всю черноту и пинцетом выберем кости которые остались самое сложное для меня это выбрать все кости не пропустить но она того стоит друзья пока я занимаюсь этой кропотливой работой вы можете пройти в описании там для всех наших подписчиков мы создали бот по ссылке в котором вы можете получить бесплатный рацион на день чтобы облегчить себе изжогу если у вас есть такие проблемы а кто-то уже на этой неделе получить второй рацион на день для улучшения качества желчи до подобрали рецепты прям несколько расписали пошагово чтобы вы могли действительно прожить этот день и получить облегчению друзья переходите по ссылке старались для вас приготовить вкусно это мастерство подать красиво это уже искусство каждую скумбрию вот так вот надрезаем с одной стороны и со второй не до конца так чтобы у нас бабочка потом получилось у нас группе в закрытых группах участники делают невероятные тарелочки собирают из простых продуктов такие шедевры что их реально даже на фотографию смотришь и хочется съесть уже вот так вот у вас должно получиться рыбу перекладываем форму где она и будет мариноваться и теперь займемся маринадом для него нам понадобится сок и цедра апельсина и сок яблока ну у меня яблоки небольшие поэтому возьму штуки три и апельсин наверное цедры одного и сока тоже мне хватит все яблоки натираем на крупной терке и яблоки и апельсин я предварительно хорошо помыл в растворе соли и соды ну и после чего сполоснул сок из яблок стараемся забрать максимально можно конечно воспользоваться и соковыжималкой но так проще и мне кажется надежнее мне очень нравится этот маринад и для скумбрии мне кажется он подходит идеально забираем цедру апельсина прям сюда же в яблочный сок точно так же стараемся до последней капельки все выдавить за соленость в нашем маринаде будет отвечать соевый соус буквально 3-4 столовые ложки у меня светлый хорошая щепотка гималайской соли сюда же можете добавить и черный перец а я добавлю еще перечную пасту чайную ложку будет достаточно вот такую используем корейская ух ядреная стараюсь в маринады добавлять где-то в соус и получается очень вкусно хранится в холодильнике стоит очень долго расход небольшой потому что ух такая все теперь хорошо перемешиваем а друзья самую малость добавим сухого чеснока сейчас я его натру в ступке вы можете использовать свежий чеснок буквально зубчик 2 не больше а я буду использовать наши запасы подробный рецепт все ингредиенты я оставлю внизу в описании там же где будет много полезной информации обязательно проходите под видео смотрите там действительно много и ссылки на ролики ссылки на рацион и полный рецепт полученным маринадом заливаем скумбрию и оставляем минут на 30 минимум в это время можете включить духовку разогреваем до 200 градусов при этой температуре будем выпекать остается только развернуть лепесток наших бабочек со скумбрии и отправляем в духовку запекаем минут 15-20 когда говорят вкусно просто и полезно мне кажется имеет ввиду вот такие вот рецепты у меня все готово друзья сейчас расскажу как она на вкус кумбрия получается невероятно нежная и очень вкусная не забывайте про овощи и про крупу обязательно добавляйте в каждый прием пищи чтобы ваш организм получал все что необходимо ну и конечно же я люблю добавить немного зелени у меня петрушка очень ароматно получается невероятно аппетитно красиво как все на другой кухне и полезно так что друзья обязательно пробуйте повторяйте и приходите к нам на другую кухню завтра будет что-нибудь еще полезное и вкусное и вот такой вот простой всего доброго пока